Итак, вот он, первый тёпленький тайбрейк чемпионата мира с командами Kabum Esports и The Nation Focus Me. Япония и Бразилия. Традиционно есть проблемы вообще у Бразилия. В последнее время как-то выходить без тайбрейков. В принципе, туда в БО-5 пробираться. Team One устроили такое небольшое чудо в своей группе год назад. Вопрос, могут ли это сделать команда Kabum. Сегодня игра с японцами была, в принципе, уверена. Они там явно понимали, что они делают, понимали, в чём их винкондишены, и понимали, как им эту игру выиграть. Вопрос, готовы ли они это повторить ещё раз после шести игр, прошедших сегодня. И японцы сыграли очень тяжёлую игру прямо сейчас. У них явно по морали, по выносливости, по настроению, опять же, им непросто. Потому что резетнуться, забыть, что у тебя была очень близко реально прямая проходка в БО-5. Она была у тебя в руках, это путёвка заветная. Ты её упустил. И думать не о том, что было в прошлом, а о настоящем и о матче порой не очень просто. Ну, давайте так. С моральной составляющей точно проще бразильскому коллективу. Всё было буквально против них. Они свой задел небольшой в матче против Detonation получили. Дальше они могли лишь надеяться. Надежды оправдались, так что они сейчас должны быть на подъёме. У Detonation, конечно же, наоборот. Это они упустили вот в этом последнем тимфайте, упустили путёвку в Best of 5. Но, если они сумеют с этим справиться, то, опять-таки, по уровню игры я не считаю, что это команды, которые просто два разных уровня. Совсем нет. Так что у Detonation вполне есть шанс. Посмотрим, как изменится драфт у нас в наступающей игре. Потому что сегодня эти команды уже играли между собой. Где мы видели Велкос на нижней линии, мы видели Вейн. Сараку. Сараку, как команда, поменяют свои приоритеты. Чем они нас удивят? Будет ли у нас очередной маг на нижней линии, или всё-таки мы увидим классического стрелка? Вот через пару минут мы уже всё узнаем. Как-то пока мало вообще озера на чемпионате мира. То есть у нас было их всего двое. У нас был озер от, собственно, Динкведа. И был озер от игрока команды Dyer Wolf. Triple. Да, Triple. Да, Triple. И оба были неплохие. Оба были неплохие, в принципе. Вот. Поэтому посмотрим. Обе команды отличаются заготовками. Отличаются тем, что у них не такой прямо немножечко такой чёрствый и твёрдый, глядный момент, который есть, в принципе, глобальный у всех. У них есть свои отклонения, свои идеи, свои уникальные понимания, как работают какие-то уникальные вещи. Поэтому посмотрим. Думаю, что, конечно, японцам будет неплохо. Но я думаю, что они готовы. Своё понимание есть у каждой команды. Но потом придут китайцы и покажут, как правильно. Китайцы или корейцы? Я думаю, что в этом году всё-таки китайцы. Но я думаю, это можно обсуждать долго. Типа, кто лучше топовые корейские или топовые китайские команды. Мне почему-то верится в РНГ и ИГ. Смотри, наш чат голосует больше за команду Detonation Focus Me из Японии. Ну, у них есть на то, в принципе, причины. Полюбились с ним, видимо, больше, чем коллектив Тайтона и Дин Куэдо. Я думаю, что вот если обсудить по предыдущей игре Detonation FM и Kaboom, то Detonation FM проще исправить свои ошибки на драфте. Потому что, ну реально, брать Вейну вслепую, не зная линий на боте и не зная вообще, будут ли танки от команды противника, ну это просто глупо и такого делать не стоит. Я не думаю, что проблема там была в условной Сараке. Вот именно Вейн и упущенный Атрокс — это были как бы две ключевые проблемы. Именно с точки зрения драфта их легко исправить. Я думаю, что Атрокса больше не отдадут, возьмут что-то более надежное для себя. И, в принципе, у Detonation есть все инструменты, чтобы эту игру выиграть. Я в них тоже верю, скажем так. В принципе, игра Kaboom и Cloud9 тоже была неоднозначная. Там Kaboom, может быть, проигрывали по золоту и по объектам, но дрались неплохо. Если бы там не было так много смертей у Titan, если бы не было ошибок других еще от команды бразильской, они могли бы и там борьбу навязать, в принципе, такую более-менее равную. Вот. Вопрос, конечно, именно в том, что у них, конечно, очень большая плюс мораль. И такие команды эмоциональные, команды, которые пользуются очень сильно куражом, они празднуют громко, проигрывают вдрызг вообще прямо, то есть. И такие команды обычно из Латинской Америки у нас, команды из Бразилии порой играют так. То есть видно, что Titan игрок молодой очень. Он очень такой горящий до побед, горящий до славы, потому что его уже похайпали у себя в регионе дома, а теперь ему хочется уже мирового господства. Так сказать, что он и вправду, во-первых, сын БРТТ, которых и вправду Неймар от Лиги Легенд. Да. И все эти вот громкие такие титулы, конечно, ему необходимо подтверждать своей игрой. И проход в Бл-5 это необходимо, потому что, опять же, далее там что будет, конечно, у команды более тяжелый путь, потому что Cloud9 команда слабейшая, скорее всего, из вот по уровню игры тир-1 команды у него в группе, поэтому у него либо Ajax, либо Supermassive, либо ADG. Это все... Ну, может быть, G2 еще все-таки. Ну, либо G2, да, то есть. Вместо Supermassive. Неважно. Ну, вообще вопрос, кто сильнее G2 или Cloud9, и кто стабильнее, и кто в Бл-5 более опытен, это вопрос, потому что у G2 меньше новичков. У Cloud9 есть на Бл-5 пространстве, порой игроки типа Блабера, Зейзлова, Ликариша, они могут немножечко играть не так ровно. У G2 все же команда более опытная, может быть, не очень по классу отличающаяся, но она более опытная. Как это влияет вообще, в принципе, условно говоря, на Бл-5? Опыт игры... Очень сильно влияет. На то, как игроки проводят адаптацию, на то, как тренерские штабы проводят адаптацию. Огромный психологический фактор. Как и здесь, в принципе, тоже, так это у нас решающая игра. Это у нас тайбрейк. Это потенциально последняя игра для одной из команд. В такие моменты все начинают играть на своем комфорте, на том, в чем они уверены больше всего. То есть, скорее всего, они не будут удивлять нас стратегией, они просто вот возьмут самых комфортных чемпионов, чтобы не было, скажем так, снять все напряжение и стресс игроков. Потому что, когда ты играешь на своем комфорте, ты начинаешь чуть больше использовать мышечную память. То есть, ты, скажем так, отыграл на Ezreal 100 игр, а на Draven 100 игр. У тебя было гораздо больше ситуаций, где на Ezreal ты знаешь, как разыграть некоторые ситуации, и как раз таки в такие стрессовые моменты ты хочешь меньше думать, больше делать, и при этом, чтобы у тебя получались хорошие вещи, там, хорошие тимфайты или хорошая лейнфаза, и чтобы стресс не смог на это повлиять. Ну, видимо, обе команды знают про комфортные пики, поэтому обе команды в первой ротации избавляются от комфортных пиков противника. Очередной банк. И Мердингера в Церосе, и Вилкоза теперь уже забрали у Кабумов, чтобы убрать этот флекс, который они показали. По-моему, тогда они на синей стороне, да, играли? В этот раз они на красной, так что флекс был бы еще чуточку сильнее за счет того, что последний пик остается. Атрокс открыт у нас, Кайса открыта. Да, у нас открыты и Ургот, и Атрокс. Урготы уже забрали себе ДФМ. Мне очень нравится, что сделали здесь Кабум. Бан там Кенча произошел, Алистар открыт. То есть прямого контрпика Алистару нет. Алистар, Кайса. Чем же у нас будут здесь играть Detonation Focus Me? Будет ли у нас Эзраиль Браум или, допустим, Эзраиль Шен? Ну, скорее всего, Эзраиль Браум это самая, наверное, стабильная линия в такой ситуации. Ургот очень хорошо с Урготом тоже вместе. Теперь Ургот не против них, а с ними. И Эви показал, что, может быть, там было пару файловых флешей и инициаций. Но, в принципе, игрок он надежный, и он поднимает свою роль в команде. Он понимает, что ему необходимо делать на любом чемпионе, любого амплуа, скажем так. Но Атрокс? Забирают у нас здесь Атрокса. И сейчас будет очень интересно. Подготовили ли команды Ургота и Атрокса как флэкспик? Потому что Detonation Focus Me спокойно могут отправить Ургота на среднюю линию, если они это желают. Рейнджер потенциально может у нас играть на Атроксе. И кого брать в Атроксе? На среднюю линию? Потому что тут непонятно еще, куда Атрокс может пойти. Потому что Атрокс может исполнять роли Лесника, вполне себе, и может пойти на верхнюю линию, и даже может пойти на среднюю линию. Ну, Рейнджер больше игрок, конечно, консервативный, в плане своих чемпионов. Он не такой прямо жесткий экспериментатор, как можно подумать. Ну, тогда, скорее всего, здесь Лесник будет забираться для Рейнджера вот четвертым пиком, и дальше они будут смотреть, куда пойдет Ургот, и после этого решать, чем в него отвечать. Если Ургот на мид, то чем отвечать японцам на Атрокса? Ну, в Атроксе всегда можно взять просто танка и потерпеть. Поппи, в принципе, даже один из тех танков, который может ему борьбу навязать на верхней линии Шен, не думаю, потому что Атрокс большую часть своего урона наносит с способностей, а не с автоатак, поэтому блокировка Шена на его W не так эффективно против него работает. Хотя пассивка, его вот эта атака, которая наносит дополнительный урон и срезает восстановление жизни и лечение, наносит достаточно много урона, но так как у нее большой откат, это не самая стабильная вещь. Так, в итоге все-таки у нас Синдра забирается. Динькидо забирает себе Синдру, она была уже. У него вообще полчемпионов у Динькидо разнообразные и вариативные, но в блайнд брать, когда там есть, в целом говоря, карма, это значит, что карма там хорошая. Вот она появляется, кстати. Синдра комфортно себя чувствует против кармы, карма не может достаточно запрессовать Синдру, и Синдра просто получает спокойный скейл на линии. Я думаю, мне нравится, что здесь сделали Кабум из-за большого количества мид-лейнеров, которые находятся у нас в бане, это пять чемпионов, они такие, ребят, окей, Синдра опен, у нее нет таких явных контрпиков, давайте ее заберем, потому что Синдра является приоритетным пиком как для Detonation Focus Me, так и для Кабум. Хорошее у нас здесь предсказание от Алексея. От Алексея. Уже, по-моему, играли, да? Они с Киндред и с Кармой. Примерно такая же связка была, только там был другой стрелок, и они играли тогда там Кенчем, а не Браумом. Другой бот-лейн был, но идея примерно та же. Идея та же. То есть у тебя, по сути, гиперкерри в лесу, у тебя будет ордент, точнее, не ордент, в смысле, у тебя будет саппорт на миду, который будет усилять твое присутствие. Вот она, первая Нидалина в чемпионате мира! Наконец-таки! Наконец-таки! Ее спамили очень многие, включая Рейнджера с лоу-кью, и вот она появляется, наконец-то, первая кисонька этого Ворлдс. Первая кисонька. Хороший ответ на утилити со стороны Detonation Focus Me в виде кармы. Нравится мне здесь Нидали. Отлично действуют связки с Алистаром, потому что Алистар – такой, наверное, лучший танк на нижней линии. Каждый раз под камбу Алистара можно кидать копье. Также Нидали, когда она не будет уже такой сильной в лейт-гейме, ее хилл будет великолепно действовать на кайсе, и Кайса отлично чувствует себя на высоком атак-спиде благодаря ее пассивному заклинанию. То есть, очень-очень мне здесь нравится. Великолепный ответ на Киндред сможет Нидали добить, и посмотрим, сможет ли Рейнджер реализовать этот пик. Но очень бы хотелось, чтобы Кабум смогли, да. Если у Кабум пойдет все нормально, я не вижу, как Detonation Focus Me могут здесь выиграть игру, и думаю, что Кабум с таким драфтом должны забирать этот тайбрейк и выходить в Best of 5 серию. Да, Хира делает, конечно, интересные драфты. Ну что же, тайбрейк номер один на этом чемпионате мира, поэтому я уверен, что свои эмоции по поводу него готовы выразить уже вам, друзья, в эфире. Нико Стар и Зак Антихай. Спасибо огромное, Алексей. Готовы, опять же, не то слово. Кабум против Японии. Это Бразилия против Японии. Конечно же, это будет интересная жаркая заруба, потому что сегодня японцы проиграли. Но что делали японцы в первый день? Как они хорошо отыгрывали против Бразилии? Этот матч будет либо красивый реванш, либо закрепление позиции для бразильского коллектива. Закончились у них какие-то стратегии, что-то такое, знаешь, заготовленное, потому что в первый день то, чем они выиграли, решили в самом важном матче на этом чемпионате мира. Он просто может закончиться. И тут они вернулись к тому, на чем они выиграли. Кабум, Кендрид, Карма. Я не знаю, мне тоже, я соглашусь с аналитиками, мне все нравится у Кабума больше. То есть Топ будет давить, прям не убивать, не уничтожать. Это не Шена против... Это не Камила против Шена, которая, понятно, в два предмета Шену плохо. Вообще Ургот Атрокс – это скилл матчап, насколько я знаю, нет? Где? На чем? Ургот Атрокс – это скилл матчап. Ну, Атрокс давит. Давит Ургот? По наблюдениям, да, Атрокс давит. Не по сулуху наблюдениям, где там может произойти все, что угодно, а вот по про-матчам Атрокс всегда давит. То есть Атрокс на вражеской половине карты. Тем более здесь Нидали, поэтому вообще не боится ничего. Рейнджер плюсовой матчап имеет в лесу, то есть он может там красный взять, пойти в вражеский лес, стилы искать, например. На миде Синдра есть чем разыгрывать Нидали. На боте сейф матчап тоже опять, да? То есть Израиль с Браумом будут так аккуратно разыгрывать. Особо это не Людсан какой-нибудь. Браум Израиль, я думаю, посильнее, чем Кайса с Элистара. Ну это, кстати, уже не факт вообще. Ну смотри, Браум нивелирует Элистара, потому что любая инициация Элистара... Ну давай мы возьмем первый бэк. Первый бэк? Капле? Ну ладно, да, на капле слабее. Уже проигрыш по сути идет. Капле слабее. А второй клинок? Угу. Все. На капле слабее? Согласен. Но дальше первый слот. Израиль посильнее будет на первом слоте. То есть это будет Шинок плюс Мнамун. Так, стил. Ого, чизовый ганк от ДФМ. Тайтан сразу же дает свой скачок, пытается его зачистить. Вивит, но не получается. А тут и минус два флэша. Риев хорошо сыграл, а Стилу нужно было флэшиться. Вперед. И Риев его подкинул бы просто к Тайтану. И можно было его забрать. И вот это бы выключилось сильно. Они и так сейчас бот выиграли, по сути, в эту раннюю стадию. Прожав флэш из Тайтана. Это минус скачок у Браума. Это Кмара. Это первый, кстати, знак Кинрад для Стилу. Ну и знаешь, не было. Вот возьми. Возьми ты воспламенение на Брауме. И шансы возрастут. Но верхнего джангла теперь у Стилу нет. Потому что Нидали... Нидали теперь уже знает об этом. Должна не простить за это, на самом деле. Она тут знает о том, что Рейнджер нах... А зачем Рейнджер идет на этот ганг? Он хочет чизануть тоже. Как бы... Стил чизанул, и я хочу. Ну да. Да, с другой стороны. Я просто не понимаю, почему... На основной стадии, да? На хай-левел-плее. Никогда не пойдет Нидали на такой ганг-левел-2. Зачем? Пойдет, заберет фул джангл. Вот прямо сейчас. Она берет краба. Хотя могла наказать Стилу за весь лес. Ты знаешь, что вражеский лесник без синего бафа находится на боте. Ну а Стил все равно в топ джангл не пойдет. Он там слабее. Потому что он считает... Нет. Потому что он считает, что уже он все отдал там. Так нет, он на варде такой, что Нидали увидел. И еще раз. В которых просто крабрисы делает. Пойдет на волков? Нидали даже не пошла в лес. Что странно. Она, наверное, его хочет подождать? Ну смотри. Тут на самом деле патовая ситуация. Интересно, интересно. Тут патовая ситуация, потому что запушивает карма. То есть приоритет на миде есть у команды ДФМ. На топе приоритет Кабум. То есть по факту сместиться могут оба соло лайнера. С одной стороны один, с другой другой. И... Скорее всего Нидали хотела, чтобы Киндрид на трап наступил. Она увидит, что он на синем бафе. Она придет, прогонит его и заберет. А Стил просто понимает, что Нидали сильнее. И в топ джангл он не пойдет. Потому что она его там будет ждать. И он пошел просто к ней в джангл. Он волка забрал? Большого? Или нет? Скорее, большого. Маленького оставил. Ладно, Киндрид сейчас сыграла хорошо. То есть это первая агрессия от Нидали. Идеально, можно даже сказать, разыграл. Потому что зашел на бот, выбил флэш. Дал Зреалю преимущество, которому... Ага, еще и Нидали и Краба не заберет. Ну не Краба, а Грампа, точнее. Он зашел, он зачистил нижний Краба. Во-первых, знак Киндрид забрал, выбил флэш, пофармил. А, вот так, Краб... Второй знак был на Астроклювах. Поэтому пока у Стила все хорошо. Пока что все очень даже. Тем более... Ну вообще не знаю, ты говоришь, что Нидали переделивает, да? Там два знака уже у Киндрид? Вроде один. Нет, второй был на Астроклювах. Он его не взял. Да, нет, просто... Один должен быть. Я подумал, что он не может на Таих появиться. А на вражеский он бы не дошел. Да, да, я и говорю, что он взял одну метку, вторая была на Астроклювах, который забрал Рейнджер. Все равно это лучше, потому что первый знак Киндрид стил получил, когда играл в минуте, не знаю, ближе к двадцатой уже. Там поначалу его зонили. Там два Краба он потерял, потому что его отзонили. Потом на третьем его вроде убили, а четвертого у него пересмойтили. Там было совсем все ужасно в плане знаков. А потом он подбутал внезапно на дайве Кабумов, 2-1-1 стал. Ну и пока что Detonation чуть-чуть впереди за счет фарма. Пока Нидали, ну как бы, она ничего не делает. Нидали ничего не делает. 6 минут прошло, она ничего не сделала. Забралась и не баф. Ну, опять же, вот вопрос о том, почему Нидали не могла сразу зайти в иноми джангл и забрать три компа. Просто забери три компа, выйди оттуда. Зачем вот эти, нужно какие-то канки пытаться создать. На топе, когда у тебя там матчап от Рокс Ургот. Не стоит. Пока смотрим, ну вот смотри. На топе пока что это матчап. Вот тебе Дизинтегратор, кстати. Шестой левел прокнул. У Зантиса. На топе пока что давит, давит Эви. На самом деле, я говорю, я слышал, опять же, я от нескольких источников слышал, что это скилл матчап. Это не матчап в пользу от Рокс. Что он не поддавливает Ургота. В общем, Корея Китай, а Трокс и давит Урготов. Здесь, конечно, может произойти все что угодно. Окей. Знаешь, это как вот Шен умер от Камилы. Хотя обычно, когда раньше Шен был в моде, первый килл всегда Шен делал на Камиле. Как бы не ФБ, а вообще первый килл на топе до того, как Камила получила. Подожди, подожди, подожди. Вот ты видел, как умер Шен в том матче? Вот ты помнишь это? Я отчетливо помню. А ты помнишь? Там стоит огромная пачка крипов Камилы, Шен идет вперед ее пытаться фармить. Камила такая, че его? И все. Вот так вот он умер. И? В том, что это вообще не считается. Если это не было, это не было какой-то скилловой один на один. Это не было, я не знаю, это просто Интович со стороны Шена все. Это даже не считается. Это как если сейчас, например, Киндрид пойдет во вражеский лес, когда у нее запушены две линии, будет там драться с Нидали и умрет. Так? 1 на 1. Вот. Но Стил пока не хочет идти во вражеский лес. Пока что не, да. А Шен подраться захотел? А Шен захотел, да. Шен умер, а Киндрид не умрел. Смарт? Да. Посмотрим, сейчас трейд будет на топе. Играет Эви по Зантинцу. Не особо его продавливает. Хороший урон в ответ идет от Зантинца по Эви. Ну, такой трейд. Стил шестой. Дэн Кидо идет. Опа. Можно и встретиться. Кто-то запушила Синдра. А вот сейчас можно и поджать. Ах, сейчас Синдра может погибнуть. Нет? А почему? Ну, Карма не захотела почему-то отходить. Вижена не было. Вижена. Побоялась. Что там может быть Нидальчика, который там копье зарядит и... Ну, кстати, идеальные медовые плоды, которые Эви все подобрал. У Зантинца такой возможности не вводит. Хотя, в целом, когда у тебя киндредка, а против тебя Синдра, то... ты всегда знаешь, что ты можешь спастись от фулл прокаста Синдры за счет своего ультимейта. Это большой плюс. А дальше у Синдры и нет инструментов для того, чтобы тебя убить. Пока что впереди Ургот. 72 на 58 по фарму. Зантинца проблемы. Несмотря на то, что Рейнджер, кстати говоря, в топ-сайде... Мне больше проблем не нравится Рейнджера, потому что он ничего не делает пока на карте. То есть он забрал прошлый знак Нидрат на Крабе нижнем, где ему помогла Синдра. А этот знак Нидрат просто прошляпил, можно даже... Да, да. Забрал големов, потерял и отдал фришный знак Нидрат для стила. Просто так вот. Краба взял и отдал. Он не играет проактивно. Знаешь, я вот жду, когда я вижу Нидали, я жду проактивную игру. Вот многие тренируют Нидали, это отмечали на аналитике у нас ребята. Но проблема в том, что когда Нидали появляется, которую тренируют, она вот может вот такую игру показать. Может, да. И кто-то может сказать, ну это Кабум Рейнджер, да? А, например, в матче против Гинжи появилась Нидали от Тарзана, и там была точно такая же Нидали, которая вообще нон-факторная. Она ничего не сделала за игру. Потому что она начинает почему-то боя. То есть есть такие моменты, когда ты выходишь в турнирную игру, и ты поймал какого-то строга в начале, и ты боишься играть. Я не знаю почему это. У некоторых игров это происходит. Что-то вот неведомое. Тайтон здесь получал, наполучал по лицу. Да, кстати, там еще одна автоатака, и можно было даже отъехать. И так-то Дракона сейчас соберут себе дитана еще. На Дрейка идут у Рьева, тоже три стака от Браума. Нужно идти, нужно идти давить. Какая хорошая тут комба, была ульта пошла от Изреаля по двоим кэри. По леснику и Митеро Рьев. Может погибнуть, ультимейт нажимает, но поздновато Рьев. И это первая кровь, Флэш не нажал Рьев. Он просто нажимает Флэш, шишка вышел. Да. То есть ульта Флэш через стену и вышел тоже. В итоге отдал ФП, Дракона отдали, вот и все, и Нидали полностью выпало из игры. Зачок, у меня к тебе вопрос. Так. Что лучше? Вот так вот не нажать Флэш за Алистара? Или? Или пойти Флэшнца вперед с Игнатом за Моргану и попытаться убить? Вот так не нажать Флэш на Алистаре, потому что Алистар не проиграл линию своему АДшнику. А вот, но проиграл то Лес только что своему Леснику. В смысле, как? Ну, сейчас Кендерятка получила метку, Кендерятка получила килл, вышла вперед. А он-то как виноват, что Лес проиграл? Лес проиграл, когда он вообще дракона делал. Там Тайтон поставился, кстати, очень важно отметить. Он по лицу получил, и он не боевой был, он даже не пришел. Брейтва есть, рука есть, сапога нет. 1-0 счет на 11-й минуте. Не такой, возможно, которого мы ожидали в противостоянии японцев. Да, этому нужно контур-5 нажать и одеть шлем. Да, согласен. Так, как-то не Гуччи. Заходит Кабума в верхнюю часть карты. Так, Крабис. Крабис, да. Хотят за него. Хотят за Крабиса поиграть Кабуму. С синтрой это практически невозможно за него, хотя вот так вот. Вот так, стил. Подрубил, кстати, призрака Краб и убегает. Бежит Крабис. Сантинс подходит сюда и Кабум захватывает Крабиса. Ну, это без знака киндреда был, поэтому он не такой... Не такой ценный. Да, не такой ценный был. Уэйви там уже Игнайт, Изнурение. Хорошая была бы статистика, сколько Крабисов кто забрал за игру. Как ты считаешь? Идеальная? Да. Ты смотришь Краб, да? Один-два. Первый это 140 золота. Потом по соточке. То ты такой посмотришь, там 5-0 по Крабисам. И ты понимаешь, что в принципе это почти 500 золота. Ну, чуть поменьше. Я согласен. Я вообще считаю, что счетчик Крабисов прям... Не хватает его. И знаешь, так, ну... Дополнительный повод для какого-нибудь прогноза, знаешь. Вот сколько Крабисов заберет команда в этой игре, например. И кто заберет первого Крабиса. И так далее. А это интересно. На самом-то деле. Потому что Крабисы... Не просто так было сделано это изменение. Они теперь важны. Но все еще 1-0 счет. Ничего не меняется пока что. Очень сейфовый фарм на нижней линии. Опять КДР ботинок у Ютапона. Снова Реф играет. Агрессивно. И там как-то далеко стоит. Ну, он может на ульте прилететь, если что. То есть, если прямо меня подгадается. Отойти за километр, чтобы потом прилететь с ульты. Если можно изначально быть рядом с Алистаром. Чтобы с ульты до-чейзить. Или уйти, если что. Или, да, что-нибудь раскайти. Например, избежать ультимейта Браума. Так, сейчас интересный момент. Эви зашел в куст очень зря. А его может Зантин за это наказать. Эви выходит. Пол хп потерял. Рейнджер тут как тут. Рейнджер, конечно, здоровья мало. Его буквально ваншотят могут на самом деле. Но он и сам-то боевой сейчас. Это да. Предмет лесной появился. Темная печать есть. Ага. Зерос решил потерять еще пару сотен хп у своей вышки. Но зато сбить бэк Синдре. Выйдет Эви. Наконец-то Зантис почувствовал силу. Черный секиро получил. Можно и попрыгать вперед. Ну и Ви тоже черный секиро. Здесь, понимаешь, что... Есть информация, что если купить молот Кулфилда и... Опа! Драка! Драчка 2 на 2 сейчас будет. А вот это интересный телепорт пошел здесь со стороны команды Кабума. Это Тайтан. Стилл выходит скачком. Тайтан прилетает. А Ютапон не стал свой ТП нажимать. Ну вообще нужно его поражать, чтобы топ задейфить. Конечно. Ну где это был телепорт? Ну вот. Уже потеряли 20% пушки. Спасибо. Ну и... Появление на нижней линии... Там 100 на нижней линии, кстати. Пуш и вот слоу пуш в сторону Кабума. Там у них больше, по-моему, миньонов. Не, я не уверен. Может быть и ровно, кстати говоря. По-моему, приличная пачка. Непонятно пока в чью сторону будет идти. Там ровно крипов. Стоит с другой стороны. Нидали. Подходит Риев. Забирает Крабиса рейнджера. Получает свои 140 золота. Пора... Точнее, пока кроме контроля Краба один через один. Одного контроля, одного нет. Ничего Нидали пока особо не делает у нас на карте. Пока по золоту даже детонейшн впереди. У Нидали это все-таки early-mid-геймовый лесник. Что скажешь по поводу... Пускай чашку собирает. Да. Чашку и... Кадильницу и пускай саппортит. Кайсу. Кайсу керит. Потому что с таким... Да, с таким геймплеем от рейнджера. Не, ну просто как бы... Если она получит киллы, получит деньги, то можно купить личбейн. Можно быть полноценным таким нюкером. Если она не получает какие-то деньги, собирает предметы... Один предмет раз в десять минут. Ты просто все равно дамажить не будешь. Поэтому лучше собрать чашку, которая чуть-чуть дэмэджа даст. Чашку и ардент просто подбафает еще. На ардент, конечно, это уже совсем... Ну не знаю, подбафать кайсу. Знаешь, ардент прям уже совсем... Не знаю, ты берешь Нидали и собираешь саппорта. Да. Как играешь, так и собираешь. Знаешь, ни одна уважающая Нидали не сделала бы так. Как играешь, так и собираешь. По Зантинсу играет Эви ультимейт. Пошел Зантинс. Ультимейт... О, Зантинса-то нет! Ой, Эви забирает Зантинса один на один. Это вот что-то на уровне того Шена, который пошел в пачке крипов драться. Зантинс то же самое. У меня ульта есть? Нет. Но вот я сейчас с этим Урготом подерусь. Ургот молодец. Эви... Эви показывал, что он как бы на Урготе и Ликориша это переигрывает сильно. Да. Почти убивает, если там Джанвер не приходит. То и вот здесь, конечно, молодец, молодец. Один на один он хорош. На Урготе он хорош. Так что... Но Зантинс, конечно, делает что-то непонятно. Возможно, Зантинс считал, что он может драться с Урготом. Особенно без ульты. Особенно без ульты. Особенно без флэша. И без флэша. Которого он поражал для того, чтобы заинициировать по Урготу, который был без флэша с удалением и промахнулся подкидыванием. С первого клинка Даркина. Насколько ты оценишь эту цепочку действий? Для меня Атрокс, который умирает от Ургота, это плохо. Атрокс, который стоит под вышкой против Ургота, это тоже плохо. Ну, понимаешь, я... Опять же, пока что я считаю, что это скилл матчап, на самом деле, а не матчап в пользу от Рокса, однозначно. Но вот это да, это Рофу. Это не дизреспект, я не знаю, это не плохая оценка ситуации Зантинса. Потому что Зантинс точно тут серьезную ошибку допустил. Таких не должны быть, если ты игрок, который приехал на Worlds. Ну и, конечно, Эви молодец тоже, понятное дело. Ничего не скажет. Эви сыграл очень грамотно, качественно. Кстати, Герольда поздно стартует. Тут Зантинс на топе. Ургота на мид, на боттс вообще смещается. Вот только сейчас начинает возвращаться. Кстати говоря, Рейнджер может состилить. 1300 осталось. Капье полетело. Подкидывание здесь по двоим игрокам идет. И Риев танкует урон с ультой. И, кстати, там Эви. Сейчас Рейнджера может забрать. Не хватает, чуть-чуть демэджа там. Да, хватает теперь. Эви распилился, Эндру. Играют дальше. Минус Нидери. Зантинс падает сейчас в свою ульту. Риев забрали, кстати говоря, для себя, по-моему, этого Герольда. Но при этом и Синдра упадет. И Тайтан скорее всего умрет. Тайтан еле живет. Титан выходит. В конечном итоге ульта из реально не попадает по цели. Но все равно размет просто ужасный для команды. Кабума это 3 в ноль. Но Герольда забрали. Да, ужасность это чуть-чуть можно обмягчить только из-за того, что Тайтан вышел и забрал Герольда. Но все равно деньги, деньги зарабатывают. Пока Эви очень круто играет. Эви прям тащит. Как сегодня стажер взял ГП и очень круто играл во всех моментах. Так же и здесь. Эви сейчас в решающем матче. Который решает, кто дальше пройдет в серию до 3 побед, чтобы в основную групповую стадию выйти. И здесь Эви тащит. То есть 1 на 1 убил. На Герольда вовремя пришел. Нидали выключил. Вернул Динкидо. Потом вместе с Браумом еще Динкидо и забрал. Ну Эви это максимум. На госте прибежал, кстати говоря, еще. Ну нет, Эви прям MVP. Сейчас автотачку. Он такой алистар, мне все равно. Там нужно помочь команде. Угу. Играет по Зантинсу опять. Просто Зантинсу еще не знает Броукин Билдана от Рокса. Вот ты берешь киндл гем и вот сегодня он уже был кстати. Угу. И покупаешь Мол от Колдфилда. Ты не рашишь Секиру, которую очень хочется рашить, конечно. Но Киянка тебе ничего не дает. И у тебя 20% КДР и с ним ты можешь играть с памятью и постоянно прыгать. Тем более у тебя казнь. Ты просто делаешь прокаст, казнь прокаешь, стоишь дальше. Там у Ургота 70%. Потом второй прокаст, если Ургот хочет законнектиться, нажимаешь R и идешь добивать его. А тут такие дела. Стоял, он не трейдился с Урготом до того момента, пока не получил черную Секиру. Угу. И не выходил из подвышки своей. При том, что Рейнджер опекал верхнюю линию в начале. Чашка Нидали, кстати. Да. Ну это правильно. Я думаю, что уже здесь по-другому он не имеет права играть. То есть он должен сейчас опекать Тайтона. Опять же, сейчас вся команда должна играть именно на Тайтона. И надеяться на то, что он закерит. Потому что, во-первых, мы видели Тайтон на его механику. Как он способен играть, если он не прыгает Тристаной вперед. И... А он всегда прыгает Тайтона вперед. Ну, если он грамотно прыгает. А он две игры на Тайтоне, который играл, прыгал неграмотно. Это на Вилкозе он хорошо играл? На Вилкозе? Да. 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 Он, во-первых, танковый. Во-вторых, у него 30% КДР. Он вот просто так вокруг ходит и сбивает свои щупальцы. И когда он проходит весь круг, у него щупальцы откатываются. И он делает то же самое. И опять топ-урон. Ну то есть это фри-барон. На двадцать первой минуте пять тысяч преимущества для японского корректива. Пока что все выглядит так, что детонейшны эту карту должны забирать. Да. Там скоро уже... А, да, уже с бэка, наверное, у кармы будет арден. Потому что барон только что накапал. На счет. На счет пришел. Да. Конечно, не знаю. Игра выглядит крайне неприятно для Кабум. И крайне приятно для японского коллектива. Они сейчас... У них все карты на руках. Нужно не подставиться, разыграть. То есть... Хорошо разыграть и все. Эви... Монстр... Понимаешь, проблема для Кабум в том, что ДФМ даже разыгрывать хорошо не надо. Им просто нужно выполнить стандарт. Стандарт с давлением там 1-4. И даже драки не нужно принимать по факту. А Кабум их проблема в том, что они не могут заинициировать драку. Потому что у ДФМ... ДФМ сильнее. Кстати, Реев пытался зайти с фланга. С хекс флэша сыграть. Ургот сейчас на нижней линии. Нужно чуть-чуть подождать. Поверх идет Зантинс. Кстати, у него нет телепорта. А у ТВ есть телепорт. И... Дайвить сложно. ДФМ не могут дайвить. Потому что у них нету харденгейджа. То есть им нужно именно сыграть по Т2 вышке. Отойти. Сместиться на бот. Вышку забрать Т2 на боте. Вообще, Атрокс там пушит. Нужно продавливать. По Т3 можно пытаться. Да. То есть 4 на 5 ситуация будет в целом у команды ДФМ. Ну, кстати, Ургот мог сместиться наверх, на самом деле. Засейвить вышку там. Т2. Но, с другой стороны, зачем? Если можно дальше пойти пушить. Ну, сейчас, мне кажется, нужно подключаться на бот. На бот. Они пытаются сейчас Т3 сыграть. Но они... Они могут. Они могут. Аккуратненько по Т3 играть. Ну, пока не аккуратненько. Прям жадно зашли. Ну, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот Зантинс подходит теперь. Он сейчас на Айви пойдет отвечать, кстати говоря. А это норма. Это норма. Дефон дальше. Просто давить по ингибитору. Отдать фриш на Кабома. Пачка новая сейчас подходит на бот. Можно переместиться. Ага. Отдали фри. В сторону. Все. И сейчас еще вторая упадет. Потому что... Тачанка. Тачанка стреляет. Тачанка работает. Зантинс пачку не заклирил. Все. Все. Т3 вышка падает. Еще одна. Минус две стороны, может быть, у команды Кабом. Айви ультанул. Ну, отзонинг. Зонинг. 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 Рев врывается. Откидывает троих. Пошел оболный программ от Кабом. Ульта от Кендретки. Милосовечка покажет, что спасает игроков Кабом. Рев может погибнуть. Стилл стреляет. Жестко. Вырубает Алистара. Падает в свою ульту от Рокса. И как мощно дамажит после Андрей. Еле-еле выходит здесь Динкидо. И выходит также Тайтан. Пока что живут все остальные игроки Кабом. Только от Рокса и Алистара забрали. Но, тем не менее, этого может хватить для того, чтобы игру закончить прямо здесь. Прямо сейчас. Бегается Эви. С телепорта вернется обратно сюда. Два керри, конечно, живы у Кабома, если ДФМ не допустит ошибки. Мы уже видели такое против Клауд Найн в первый день. Но, тем не менее, здесь не Клауд Найн справа. И команда Detonation Focus Me идет к своей победе. И к проходу в Best of 5 серию. Плей-ин стадии чемпионата мира 2018, друзья. 7-0 счет. А в 25-й минуте они закрывают этот тайбрейк. Огромный вклад у Detonation сделал Эви. Тем самым закрыл топера вражеского вообще. Он не участвовал, по сути, на этой карте. Также нужно отметить Киндрад. Парень просто молодец. Он против Нидали. Вот эту раннюю агрессию, где Нидали могла прям выключить эту Киндрад. Он просто чизанул бот и сам себя обезопасил. Сам себя обезопасил. И не дало отыгрыша от соло-лайнов и от джанглера бразильцев. То есть Нидали должна больше было в вражеском лесу находиться. Топ должен был не бояться и постоянно пушить линию. Но в итоге Detonation оказывается сильнее. Все. Они вернули эту Киндрад, вернули эту карму на мид и сработало опять. Будут теперь ожидать своего оппонента за проход на основную стадию. Вот так вот. Молодцы, молодцы. Наконец-то, наконец-то настал тот момент, когда команда из Японии не заканчивает свое участие на предварительной стадии. То есть, как были Дара Тассел, Лисина и Листар первая победа, такой вообще как начнут. И потом больше ничего нету. И дальше 1-7, как правило. Да, да, да. И вот сейчас, хоть и через тайбрейк, но смогли пройти, да. Молодцы, молодцы. Красиво, красиво было сыграно японцами. Вот это именно чистенькая игра от Detonation, потому что то, что сегодня было во второй игре, то, что даже против Клодона не показывали, это все такие чистые игры были. Грязненькие, грязненькие. А вот здесь прям хорошо. По учебнику, по макроакадемичной разыграли все. Ну, опять же, Рейнджер. Рейнджер ничего не сделал в этой игре на свои недели. То, как он должен был вдавить в начале. Как он должен был за контр-джанлить киндредку за то, что она зашла во вражеский лес. Обузить то начало Атрокса. Атрокс давил ты в начале Ургота. Первые вот ранние уровни Атрокс был впереди. То есть он запушивал Ургота. Умел приоритет, можно было сместиться. То есть мог сместиться в случае чего в джангл. И не дали, по идее, сильнее, чем киндредка. Забери весь джангл, получи преимущество по фарму. Дальше вернись опять в свой джангл, забери. Все, не дай киндредке забрать тебе свой лес. Ей свой лес. И как ты из этого выиграй. Detonation не выйдет уже на Cloud9. Потому что они с ними в группе поиграли. У них и джи. Под вопросом... Джерекс, супермассив и слэш G2. Да. Будет интересно, дорогие друзья. Очень завтра будет жесточайший такой заключительный день. Где мы подведем итог вообще в силу начальной групповой стадии play-in. И потом уже будут плей-оффы, которые, наверное, поинтереснее. А может быть и нет. Зависит уже от того, какие будут матчи. Но, естественно, самое интересное для нас это Gambit, конечно же. Но, тем не менее, подвести итог этого дня. И этого конкретного матча, конечно же, сделает наша студия аналитики. Леша, тебе слово. Спасибо за комментирование. Ник и Зак. И команда DfM доказывает, что она, в принципе, была и готова на тайбрейк. Вопреки тяжелому матчу. И знаете что? Я думаю, что, учитывая даже все ее слабости, этот оппонент не самый сложный, но неприятный и неудобный для B5. Мне кажется, что вот одну игру не могут у кого угодно, кроме, наверное, DJ DJ, потому что у них вот есть какая-то цепкость такая неприятная игры, которая, в принципе, порой приводит к тому, что даже у команд более сильных они могут карту, но выхватить. Ну, в теории, да. Но все-таки надо это проверять на практике. Best of 5 это другой формат, там уже немножко другая Лига Легенд. Best of 1 больше зависит от неких таких случайных факторов, механических, микро ошибок. В Best of 5 такого, конечно, нет. Но GFM все равно молодцы. Этот тайбрейк они провели здорово. Начнем мы с инсайда. Алексей, когда мы ходили с этой студией, сказал, что Кабум застампили драфт по всем фронтам просто, что это явная победа. Почему не получилось его также и в игре застампить? Нидель очень плохо отыграла что-то, не реализовала матчап, не реализовала преимущество, которое было на верхней линии. Пару с Кирмишей ошиблись. Атракс, у которого был как раз-таки кулдаун здесь еще на ультимейт. Попался против Урга того, у которого был экзост благодаря спеллбуку. Много-много индивидуальных ошибок, андерперформанс со стороны Лесника. Грубо говоря, бразильская команда просто ничего не сделала, чтобы выиграть игру. Ни одного убийства даже за всю игру. Не доиграли тимфайты, тут могли и Геральда забрать, могли и зафокусить получше. Могли вообще просто не драться, а забрать Геральда и постараться отойти, пожертвовав там только одним человеком. Просто огромное количество неправильных решений, индивидуальных мисплеев. И это, и плюс ко всему, DFM играли хорошо. Они со своей задачей справлялись. Кабум не сумели навязать, использовать то преимущество, которое у них было по драфту. Действительно, композиция у них была довольно четкая. Просто проблема в том, что, например, проблему Атрокса ДФМ в этой игре решили. Они взяли Ургота, тоже сильного персонажа. Да, Атрокс сначала подавил, этим Кабума не воспользовались. Дальше Ургот полностью владеет инициативой. Ну, вообще, вот насколько реально матчап необычный и неоднозначный. Потому что у нас была первая игра, Cloud9, играли с командой Кабум. И там просто буквально один-два ганга, да, Атрокс просто стампил Ургота без шансов. Там один ганг повлиял. Один ганг буквально. Здесь же, наоборот, Ургот, Эви, застампил без шансов Зантинца. Он ничего не мог делать, в принципе. Ну, чуть позже на соединении, чуть позже. Ну, чуть позже, да. Да, но по факту это была другая абсолютно зеркальная история в плане силы. Поэтому, конечно, думаю, что Ургот и, мне кажется, явно прямо MVP это Эви. Конечно. Потому что он показал, насколько реально Ургот может делать много работы для команды. То есть, да, там дамажил Изреаль, там Карма и Кендера делали свои дела. Но именно Ургот был ядром этого коллектива, ядром этого драфта. И именно он помогал выигрывать раз за разом, файт за файтом. Здесь вопрос вот именно в этом тайминге, да, что вот Атрокс владеет вот этим приоритетом небольшим в начале. И вот Cloud9 как раз таки в этот момент дали ганг, в этот момент развили это преимущество, а здесь просто этот момент был упущен. Вот и все. Подытоживая группу C и группу D у нас есть. Команды, которые занимают первое место. Это команда Cloud9 и команда G-REX. И команда, которая выходит в плей-офф, в плей-инстадии со второго места. Это команда Notation Focus Me из группы C и команда Gambit Esports из группы D. И они ждут своих оппонентов из группы A и B. И потом уже завтра мы узнаем, кого же Сиги Митсуа. Надеюсь, именно он будет тянуть конвертики, до своей команды достанет. Главное, чтобы не EDG. Это правда. Есть небольшой комментарий. За сегодня сколько раз мы говорили имена Supermassive G2, G2 Supermassive, Supermassive G2. А про команду Nixar все забыли. У Ascension Gaming еще есть шансы выйти с первого места со второго. Так что Gambit... Вот и посмотрим, да. Увидеть Gambit против Nixar в формате BO5 было бы забавно. Мы начнем прямо с матча Supermassive G2 завтра, прямо с первой же игры. Очень важная битва, определяющая исход в принципе. Потому что если 3-0 делают себе Supermassive, ну все, это первое место. А если выигрывают уже европейцы, то это интрига, это уже завязка. И потенциально там очень многое может поменяться. Поэтому посмотрим. Группы C и D оказались в принципе концовки такие менее драматичные, чем могли бы быть. В группе A и B может быть заварушку. Особенно в группе A, где возвращается в Daivus. Пусть, кстати, Sharnfire уже их лесник основной. Вот. Но если мы говорим про правдивость и про инициальность наших талантов, наших кандидатов и наших аналитиков, то там сегодня празднуют триумф. Получается Sharks, Alseor. Вдвоем празднуют они сегодня потрясающий правильный прогноз. Потому что и на Kabum, и на Jarex они их поставили. А вот Flash поверил в японцев. И был в шаге от того, чтобы быть тоже с ними в команде тех, кто сделает 6 из 6. Ну а я... У Колда было получается 5 из 6 у Кулстара, смотрите. Ну а потом как бы Зак, я и Шорти. Мы, увы... Патриоты. Увы, мы патриоты. Патриоты, потому что... Ну я ставил, честно скажу, не сердцем, а головой. Я правда думал, что можно будет обыгрывать Gambit'ом Jarex в игре номер два. Поэтому не получилось. Думаю, что камбэкнул на BV5 матчах и в группе уже основного чемпионата мира. Но на сегодня это уже все. Очень много было сегодня эмоций. Опять же, драм, страстей. Именно за это мы любим чемпионат мира даже на playing-стадии. Впереди только больше, впереди только ярче, впереди только круче. Поэтому спасибо, что были с нами сегодня от всей нашей эфирной команды. И мы ждем вас завтра в 11 по Москве, здесь же на LivePortal на Riot Games.ru. Поэтому отдыхайте и всем пока! Увидимся!